Друзья, уважаемые члены совета комиссионного, вы все знаете о том, что мы уже с вами собираемся не первый раз. У нас в районе второй год работает комиссионный совет по делам и фаридов Бесевского муниципального района. У нас с вами утвержден план нашей деятельности и на 15-й, и, соответственно, как вариант, на 16-й год. Сегодня здесь, в общем-то, присутствуют люди, которые и представляют бюджетные организации, и предприятия, и сельские поселения. Поэтому мы вас сегодня пригласили для того, чтобы еще раз поговорить на эту тему и как можно больше вовлечься. Почему? Потому что, ну вот вы правильно сказали, что на нашей территории, в Несевском районе, проживает инвалидов трудоспособного возраста 1700 человек, а в общей сложности у нас на территории района проживает 7294 человека, которые имеют статус инвалидности. Нетрудоспособного возраста 5434 гражданина и детей-инвалидов 164 человека. Вот как раз-таки та категория, которая трудоспособного возраста, на нее и направлена наша деятельность, наш отцовный совет. Мы этот вопрос рассматриваем уже на совете третий раз. Во-первых, я бы хотел поблагодарить за приглашение у меня в участие в вашем коллекционном мероприятии, таком важном, где присутствуют, я так понимаю, и истористы всех заинтересованных ведомств, территории, муниципальных образований. Поэтому я позволю себе как-то немножко вот затронуть как раз именно вопросы координации и той роли, которую мы видим в нашей совместной работе, службе занятости и во всех заинтересованных структур. Сейчас, когда достаточно непростая экономическая ситуация, мы, наверное, должны адекватно реагировать на то, что происходит. И мы считаем, что наоборот, надо не опускать руки, что вот какие-то сложные явления в экономике и так далее, а надо наоборот руки, как говорится, сжимать кулаки и заниматься очень активно вопросами трудоустройства самых сложных категорий граждан, в данном случае жителей Кингисепского муниципального района. Мы разными путями это делаем. Я буквально назову несколько цифр, не буду вас утомлять. У вас имеется в районе 32 работодателя, в котором установлено квота по трудоустройству инвалидов. Первый инструмент, которым мы можем каким-то образом воспользоваться с точки зрения трудоустройства инвалидов, это квотирование рабочих мест. Может быть, на каком-то уровне имеет смысл даже заслушать предприятия и организации, которые не совсем, скажем, адекватно реагируют на трудоустройство инвалидов в соответствии с законодательством. И в то же время это поможет и нам, в службе занятости, активизировать вопрос трудоустройства инвалидов. Понимаете, это же смешно, что на все квотированные места всего одного инвалиду на рост инвалидов стоит. То есть, выполнение квоты осуществляется, к сожалению, не только в Кингисепском районе, а в целом по области достаточно формально. И если мы с вами будем ориентироваться только на тех людей, которые пришли к нам в службу занятости, мы никогда никого не устроим. Социальная структура, которая здесь присутствует, отлично знает, что есть люди, которые приходят не совсем с теми целями трудоустроиться, не с целью трудоустроиться, а с целью, скорее, каких-то других вещей. Значит, что, какая проблема? Человек не мотивирован на труд. Не мотивирован на труд. И самая большая беда наша, она касается не только службы занятости, даже, может, не только службы занятости. Очень сложно решаются вопросы трудовой адаптации инвалидов после того, как они стали инвалидами. Они, по сути, у нас, их никто не готовит к труду. Не случайно во Всеволожске вот создан центр реабилитационный, он первый такой центр в Денинградской области, который действительно полноценно будет осуществлять социальную реабилитацию, трудовую реабилитацию инвалидов. Вот инвалиды, которые закончат этот центр, они все стопроцентно будут готовы к труду. В Кингисетке район на хорошем счету, хороший, хорошо работает центр занятости населения, я могу это вполне объективно сказать. У них показатели на уровне области среднего областного процента устройства. Они оказывают очень большое количество различных государственных услуг. Продолжительность безработицы среди инвалидов такая же, как среди здоровых. А это, согласитесь, очень непросто, чтобы одинаково было. Как правило, инвалиды у нас даже в целом по области на месяц, а то и на полтора больше состоят на участие службы занятости. Мы открыты к сотрудничеству, мы открыты к тому, чтобы двигаться, пройти свою часть пути. А вы, надеюсь, понимаете, что среди них тоже очень много есть полковых граммов нормальных людей. Их только надо найти, отобрать, получить бесплатно, желательно. И затем мы готовы им помочь с точки зрения материальной поддержки. Но есть и фонды, которые идут по линии областного бюджета. Поэтому, в принципе, вся есть возможность нам попробовать, хотя бы несколько инвалидов в Кенгисовском районе, чтобы создали свое дело и начали очень активно этим заниматься. Наше министерство труда очень сейчас активно нам рекомендует заниматься некоммерческими организациями. Взаимодействием с некоммерческими организациями. Я могу проинформировать, если кто-то здесь к ним какое-то отношение имеет, что объявлен конкурс линии комитета по печати о том, что будут выделяться средства, гранты тем организациям, которые в том числе будут заниматься трудоустройством инвалидов. Там одно из приоритетных направлений – это как раз трудоустройство инвалидов. Потом хочу вас проинформировать, что, и Светлана Ивановна слышала, этот опыт очень интересный, у нас в двух районах Ленинградской области, там даже, можно сказать, прорыв произошел. Администрации выделили помещения в райцентрах, это Гатчинские и Каппарольские районы, выделили помещения для создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Выделили на абсолютно льготных условиях, абсолютно практически бесплатно. И мы, конечно, бы очень были заинтересованы в том, чтобы в таком продвинутом районе, как им является Кингисепский, тоже такая возможность вдруг бы появилась. Для этого есть какие-то у вас специальные структуры, которые занимаются жилищным фондом. Надо просто походить, посмотреть, какие есть из этого возможности. В районе, в вашем, 3703 инвалида в работоспособном возрасте, которые, в принципе, имеют трудовую рекомендацию. 1703. По опыту других районов, из них работает где-то в пределах 40%. Еще такая наша, такая очень большая беда. У нас крайне мало вакансий с удаленной, так называемой, дистанционной занятостью. У нас почти нет вакансий с работой на дому. Почти нет. В целом по области ситуация достаточно сложная. И мы очень надеемся, что в сельской местности, может быть, вот как раз этот самый работодатель заинтересуется, а может быть, вот этим инвалидом у него машинка какая-то есть своя, может быть, он будет развозить им заготовки какие-то. Надо. Платит им какую-то денежку. Что инвалиду здесь хорошо? Он работает тогда, когда ему надо. У него наиболее хорошо получается утром, он будет утром. У него получается по настрою его вечером, он будет вечером работать. Никаких здесь проблем не должно возникнуть. Оплата труда, как они договорятся, но не меньше, чем та, которая установлена, вы знаете, в Ленинградской области. Тут вопросы. И тогда отвечу. Есть такая проблема. Это проблема, так называемая проблема крупных предприятий. Вы знаете, что от установленных предприятий от 100 человек, от 20 в 32. И зачастую многие из этих предприятий чувствуют себя, скажем так, без большого желания заниматься вот этой социальной деятельностью. И вы, как бы, сами свою ситуацию, наверное, лучше знаете. Я поэтому не хочу какие-то примеры по району приводить. Но могу сказать, что вот они могут, например, вообще, как бы ограничить наши контакты. Вот служба занятости приезжает на предприятие. Не находит времени ни один из руководителей встретиться с работниками службы занятости. А только кадровик, который, как вы знаете, никаких решений никогда в жизни не примет. И вот поэтому мы очень хотели бы, возвращаясь к тому, из чего я начал, попробовать поднять вот такие предприятия, попробовать, во-первых, положительный опыт их все-таки найти. Я уверен, что он есть положительный опыт, что где все грамотно, где все работают, все делается для инвалидов. И плюс найти тех, кому есть вопросы. И вот попробовать их совместить, вот хорошим и не очень. И уверен, что это будет очень интересно для самих работодателей. Они зачастую не знают, что в соседнем предприятии делается. И поэтому очень важно, чтобы вот эта работа продолжалась. Естественно, администрация Кенгисевского района сразу предприняла определенные действия для объединения усилий. И вот документы, которые, так сказать, у вас лежат, у меня наставление не просто так, да, а именно для того, чтобы объединить целенаправленно вести работу, в том числе с руководителями предприятий и бюджетных организаций. Конечно, надо, должно здесь присутствуют люди, которые работают в бюджетной сфере. Действительно, вопрос сложный, да, вы перечислили все те проблемы, которые сталкиваются не только с самым, так сказать, но и предприятиям, и те службы, которые ведут. Но, тем не менее, в нашем районе, вот согласно постановлению Юлия Месяца, сформирован перечень юридических и физических лиц, потенциальных участников программы занятости цикловой группы. И с каждым из них мы собирались по нескольку раз, значит, по разным группам направлений предприятий, с руководителями предприятий встречались, обсуждали проблемы, и, соответственно, так или иначе, вовлекаем их в эту работу. Значит, также у нас, в общем-то, комитет экономики работал с таким вопросом, как организация участия представителей бизнеса в реализации данного плана, да, это, в частности, индивидуальные предприниматели были включены в эту деятельность. Ну вот, на сегодняшний день по всему реестру, по крайней мере, руководители этих предприятий, они в курсе всей программы, значит, до них доведены сведения со стороны центра занятости, непосредственно специалист, который курирует данный вопрос, значит, тоже доведены все, вся необходимая подробная информация. Работана и убеждена муниципальная программа формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Основная цель программы – это предоставление беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. В ноябре 2014 года в районе создан Координационный совет по делам инвалидов, как говорили, в состав совета вошли, ну, Светлана Ивановна сказала, что, значит, деятельность совета осуществляется по следующим направлениям. Это обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в социальной инфраструктуре, выявление причин инвалидности и принятие мер по избранию предупреждения, повышение эффективности медицинско-профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. На эти цели из местного бюджета, а также из областного бюджета были выделены средства, помещения были отремонтированы, жилые помещения были отремонтированы, расширены дверные проемы, оборудованы туалетные комнаты и так далее. На 2016 год запланировано подобное же мероприятие еще по двум адресам, это Граничная 41 и Гриковская 12А, это с местного бюджета. Начиная с 2011 года мы проводили большую работу с комитетом образования, с комитетом культуры по обследованию и оформлению паспортов в доступности 46 объектов социальной инфраструктуры района. Всего на эти цели было затрачено 261 тысячи рублей, в том числе в 2015 году обследовано 10 объектов. Мы очень благодарны обществу инвалидов, которые пошли нам на встречу. Мы планируем при университете третьего возраста открыть курсы для курса по обучению слабовидящих граждан, письмо по правилу. А у людей самое главное, появится надеяться на то, что они найдут наконец-то работу. Этилизация взаимодействия всех тех структур, которые вы представляете, со службой занятости, мы готовы, в основном, все это записать и реализовать. Если все это поддержано будет всеми, то здесь присутствуют. Спасибо за внимание.